Я очень рад быть во Львове, в Львовском университете. Спасибо, что пригласили. Доклад будет посвящен программному обеспечению, используемому нами в УЗА, и операционным системам. И что из этого вместе получается? Это совместный доклад нашего УЗА, Бурского государственного университета и Львовского профессионального лицея железнодорожного университета. Еще, да. Какие... Мы уже долгие годы занимаемся преподаванием всевозможных IT-технологий для непрофессионалов, которые не являются профессионалами в области программного обеспечения. И вот о нашем области я постараюсь рассказать. Какие главные проблемы при использовании программного обеспечения в университетах? Это огромное просто... Ну, в технических... Я буду говорить о технических ВУЗах, наверное, и о ВУЗах все-таки математических... Во специальности в УЗах математическим... Значит, какое? Это огромное количество программ. Вот в техническом университете на разных качествах разный набор программного обеспечения. Их очень много. Очень много специализированного программного обеспечения. И если его будем мы использовать проприетарно, то возникнет масса интересных вещей. Какие это? В первую очередь, это высокая ему стоимость. В первую очередь, но не только. Если подходить к этому... Ну, честно, не покупать программное обеспечение, то, конечно, корпорации, которые его производят, да и всякие возможные скидки... Наверное, самая известная из этих вещей, это кислород МСДН, ААА. Ну, а тут возникает ряд проблем. Какие? Они, в общем-то, заинтересованы не в подготовке специалистов по их программам в продукт. Вот конкретно под их программный продукт. Это, конечно, не есть очень хорошо, потому что мы получаем специалистов, которые ориентируются в их программном продукте. И не более того. Они в этом... Они за это, извините. Очень борются за то, что мы готовили специалисты по их. Но какие проблемы при использовании проприетарного вообще, кого могут быть? Первое. Высокие требования к компьютеру. Ну, я, наверное, расшифровывать все не буду, потому что, наверное, все это и так понятно. Высокая стоимость программного обеспечения. Собла заменить обучение IT-технологиям в обучение по конкретным программным продуктам. Ну, и к чему это приводит? Это, вообще говоря, штука очень серьезная, потому что мы начинаем натаскивать просто людей на конкретные программные продукты. Мы не готовим специалистов. Мы в области IT, мы начинаем, или вообще инженеров, мы начинаем готовить специалистов по определенным программным продуктам, определенной корпорации. И шаг влево, шаг вправо считается подидным. К чему приводит? Мы, которым специалистов очень узких, которые готовы работать только там. Уровень специалистов снижается, уровень выпускников университета снижается, так что все поднимет. Дальше, еще более интересная вещь, которая влазит. Это использование проприедарного пола привязывает университет финансовой политики разработчиков. Сегодня они нам дают на одних условиях, завтра на других. И мы получаем, в общем-то, большие проблемы. Потом начинается навязывание, не навязчиво так, вы бы их учили на наших программных продуктах за это будет скидно. Потом вы получили диктат, и получается уже это какой-то, в какой-то мере диктат. И это приводит, это может быть очень серьезное навязывание. Этот диктат может быть даже в чем-то сильнее оказаться, чем диктат государства. Это, вообще говоря, не есть очень хорошо. Это серьезные проблемы, которые из-за этого вылезут. Потому что потом, наверное, начнут, так сказать, диктовать, как учить. И никакой, вообще говоря, самостоятельности при подготовке специалистов в университетах вообще-то в рейтинге речи не будет. Так, альтернатива всему этому. Это свободное программное обеспечение. Это что у нас есть? У нас есть большое множество операционных систем свободы. Я не буду, наверное, здесь характеризовать в этом зале каждую из них. Всем, наверное, все это хорошо известно. Есть большой набор программного обеспечения. И вот как-то бы это все вместе, потому что преимущества дистрибутивов Linux будут перечислены. Если исходить не с вузовской практики, очень существенными являются отсутствие платы за использование, не только за использование, за модификацию или распространение. Сейчас я перейду к этому. И огромный просто набор программного обеспечения. Когда начинаешь студентам говорить, что, в общем-то, программ подойдут в одну из операционных систем их мало, это вам рассказывает, что их много. Что подойдут в Linux программ много, это их открывает глаза. Они просто уверены, что подойдут в операционную систему очень много программ, а под другие операционные системы их. А под Linux их нет. Вот. Ну и кроме того, человеческий ресурс университета позволяет все это дело, очень квалифицированные инженеры и преподаватели позволяют все это дело совместно использовать. То есть нет проблем в людях, которые в состоянии это настроить, обеспечить, обучить. Ну, обзор, я когда-то писал, очень большой обзор по свободному программному обеспечению. Там страница 20, по-моему, было с ссылками на ресурсы на моей странице, это есть, это было прикладной информатики в российском журнале в 2009 году. Я надеюсь, что в сокращенном виде этот обзор выйдет в вашем журнале в этом году, уже обнагренный. Что мы используем? Мы используем в реальной работе. Программы для работы в сети. Офисные приложения. Ну, тут я очень широко объединил, что касаемо офисных приложений, нет необходимости перечислять и характеризовать это. Дальше, набор, огромный набор математических программ, инженерные приложения, средства разработки. А что мы имеем? Мы имеем операционную систему, в которой есть большой набор программного обеспечения, дистрибутив, какой-либо дистрибутив у нас. Мы работаем с дебем подобными операционными системами, то есть Ubuntu, Daily Admin. И набор программного обеспечения для каждого курса, для решения научной проблемы. Какая проблема возникает? Возникает проблема у нас в частности, это мы считаем общеобразовательный курс. Студентов немножко много, 150-200 человек слушает этот курс. Ну, в этом году немного стоп. Возникает проблема, как это все поставить на все их компьютеры, как поставить это все им на компьютеры, как поставить это на компьютеры в лаборатории. И под каждый курс, это же набор программного обеспечения, свой. Сразу отмечу, что никаких проблем и правовых нет при свободном программном обеспечении. На модификацию существующих дистрибутивов. Проблема становится чисто технической. Как ее можно решить? На наш взгляд, существует два подхода к этому решению. Первое. Создать лабораторный репозиторий. И записать в лаборатории все необходимое на программное обеспечение. То есть, существует диск с программным обеспечением. Потом написать небольшой стрим, который подключит эту часть к дистрибутиву. И это будет 2-3 команды, и которые это дело поставят. Это один вопрос. То есть, у нас только не будет диск, дистрибутив, какой-либо дега, мин, дубунта, какая-то из вариантов. И второй диск, где будет собранный набор салта. Мы запускаем скриппинг. Это все ставится на компьютер. И говорим пользователю, какой скриппинг запускать и как его. Самое второе решение. Изменить самый установочный образ операционной системы, включив в него все необходимые прикладные программы. Тогда, после установки программного обеспечения, мы получим дистрибутив, операционную систему с нашим, с нужным нам программным обеспечением. Какие методы, а как можно это решить, это все. Когда-то мне попалась в Linux формате вот этого статейка сборка дистрибутивов в своей первой кабине. Там очень подробно расписана сборка на базе OpenSUSE и FIDORI. Кому это интересно, можете посмотреть. Кроме того, есть такой продукт, онлайн продукт SUSE Studio, который собирает в онлайне на базе OpenSUSE продукты. Мы просто не занимаемся этими дистрибутивами, мы не работаем здесь с ними. Но это вот, есть такая работа, где это все довольно подробно написано. Мы работаем с BUNTE, с DEBIAN и люблю МКИ. Многие люди любят друг друга. Вот, значит, как создать репозиторию? Существует, еще раз подчеркиваю, это наш подход, наш выбор программного обеспечения. Программное обеспечение может быть выбрано совершенно другое для всего этого. Мы используем утилиту APT-DOSED, она находится в репозитории всех DEBIAN-подобных дистрибутивов. Мы ставим операционную систему, потом с помощью этой утилиты ставим все программное обеспечение, создаем локальные репозитории и на скрипе все это дело разворачиваем. Она, в общем-то, имеет графический интерфейс, все это предело просто. Единственное следует помнить, что если программа тянет сама какие-то пакеты, не из репозитория, то, к сожалению, вам придется, когда вы будете потом, оставить дотянуть на карты компьютера, это самостоятельно. И это у вас стандартный набор, просто набор из репозитория, все будет у вас на диске, все вы сразу поставите и будет у вас готово для датного курса или для решения датной задачи операционной системы. Второе. Сборка специализированного дистрибутива. Что на сегодняшний день здесь? В Угунду есть набор уделит, в Угунду кустомайзенки, который разворачивает здесь образ в некую виртуальную среду, в которой можно использовать команды терминала или синаптик, добавляем нужное программное обеспечение, потом происходит сворачивание всего этого дела и оно, в общем-то, получаем новый сообраз. Подобный скрипт для МИН, как называется, МИН-конструктор, он тоже входит в состав МИН-конструктора, и, в общем-то, все получаем. Мы используем Ремастер СИС и Угунду Билдер, но это чисто наш выбор, потому что Ремастер СИС просто входит в состав, работает под всеми подобными операционными системами. И в Дебионе он работает, и в МИН-те, и во всех вариантах. Ремастер СИС, МИН-конструктор, это ариентация, в первую очередь, на Linux Mint, УЦК это ариентация на Угунду. И есть такая вещь и интересная, что у Угунду Билдер. Что из себя представляет Ремастер СИС? Это тоже набор по существу Угунду. Но там происходит несколько все по-другому. Вы ставите обычную операционную систему. После этого вы создаете, обновляете ее, ставите весь необходимый набор программного обеспечения. Абсолютно все равно таким способом вы получаете готовую, нужную вам операционную систему, как бы она. После этого эта утилита, как бы создает опию, которая может быть создана в двух вариантах. Первый. Лайф чистый классический Лайф DVD, который стандартными средствами не ставится. Но он туда запихивает и ваш хоум со всеми настройками. Его можно раздать и не ставя на компьютер, пользоваться как Лайф со всем программным обеспечением. Второй вариант. Можно создать Лайф, который будет и Лайф вариантом будет, и он будет ставиться как операционная система. Вот два варианта, которые позволяют сделать Ремастер СИС. То есть по существу после установленной системы вы можете свернуть с помощью этого вместе с хоумом и без него. Вместе с хоумом только этот Лайф вариант, там, ну, блок оно не ставится. Где его взять? Он лежит на сайте разработчика, ставится вот стандартным образом, в общем-то. Что мы туда включали? Мы включали туда компиляторы, математические программы, ну и добавили всякие софт, которые, в общем-то, на каждый день. Работа в интернете, офис, то есть такой более-менее для студентов удобный, универсальный все-таки, если бы они не только могли учиться с ним, но и реально работать каждый день. Туда добавили компиляторы, всю математику, которую мы используем. Залили туда даже полностью Техлайф весь. Ну и вот эта команда, которая это все, кусок скрипта, в которой мы это все заливали туда, и получили, в общем-то, готовую систему. После этого одной командой РМА, это все собирается в образ. Эта команда сейчас выделена, которая собирает лайки, в виде с возможностью установки. Собирается это не очень. Мне бы я думал, что это все будет намного медленнее. На моем стационарном комплекте в его характеристики, представленные, это заняло около 10 минут. Собственно, это только пример, как это можно сделать. Это можно делать совершенно по-другому. Но идея в чем? Что вы создаете систему под себя, под данную научную разработку. Мы их выложили в открытый доступ, они у нас лежат. Тут два образа. Оба они на базе Минта-13. Один по существу сборочная машина, там офис плюс утилиты, все утилиты до сборки, а второй уже полностью работающий, то, что мы раздаем в своей системе. Вот, собственно, так мы и решили вот эту вот проблему по поводу установки программного обеспечения. Что касается вот этой вот утилитки у Windows Builder, она, конечно, только по дубунту работает, но она интересна тем, что в ней можно не только собрать образ, как в предыдущем, но и настроить полностью систему под себя, вплоть до обоев, рабочего стола и всего так на свете. То есть собирается это. Значит, проблемы, не технические, не юридические проблемы в внедрении программного обеспечения. Какие нам, наш взгляд, что нам мешает? Ну, уже мы не раз потом говорили. Ну, конечно, проблема внедрения зависит не только от взятого программного обеспечения. Конечно, если стратиться бюджетные деньги, для этого легче потратить бюджетные деньги и свои деньги, чем не мешать внедрению свободного программа. Вторая проблема, о которой я уже говорил, это проблема преподавателей и студентов. Конечно, свободное программное обеспечение требует постоянного обучения. Его нельзя выучить на один раз и навсегда. Это, конечно, отталкивает от нас людей, которые не очень хотят глубоко заниматься образованием. Но надо продолжать писать, наверное, на методичной литературе, продолжать, потому что, в общем-то, эта проблема стоит, несмотря на то, что в последние годы ситуация улучшилась, но эта проблема стоит. Чего надо делать? Ну, на мой взгляд, я написал то, что я прокомментирую, на мой взгляд, самое важное – это заниматься пропагандой из Бессилизи-Студенчества. Потому что, в общем-то, студенты хорошо это все впитывают, и они, как главным образом, они приходят готовы к всему новому. Если мы им будем в этом помогать, то это будет наше главное помощь. Мы вот каждый год собираемся здесь, собираемся в Переславле, собираемся в Диме, иногда под Гродным. И мне кажется, что нам, в связи с работниками образования, все-таки нужен журнал в какой-то мере. Потому что у капологи-проприетарного пола, у тех, кто занимается, у них журналов много. У нас журнала нет. Мне кажется, что нам нужен журнал «Свободное программное обеспечение образования». Нужна студенческая конференция. Но она везде у нас потихонечку проходит. У вас она проходит. У Димы много студентов там приезжает. Мы проводим конференцию. Но все равно, мне кажется, основная, наверное, надо работать со студентами. Мы тут немножко про нашу конференцию. Мы в этом году решили ее провести практически по всю, посвященную свободному программному обеспечению. Я прикрылся тем, что мы занимаемся внедрением, написанием многих гумантов. И сказать, что других секций у меня не получается их отрицентрировать. И вот я прикрылся этим. Я очень вас прошу, присылайте к нам материалы. Приезжайте к нам. Григорий Григорьевич. Это бумажная версия приглашения. Прискидка. Прискидка. Да? На сайте я еще не обновил. Но я пришлю. До 1 июня мы принимаем заявку. До 5 июня материалы. У нас выходит сборник бумажный тоже. У нас участие бесплатное. Приезжайте. У нас есть и заводская форма. Я просто в этом году очень хочу ее перевести практически всю на свободу. Посвященную именно свободному программному обеспечению. Ну и в завершение. Если мы не будем внедрять свободное программное обеспечение, образование, на мой взгляд, будущего нет. Потому что мы все деньги будем тратить на покупку нового программного обеспечения. нас будут разводить на новые программы по проприетарному обеспечению. А специалисты, которые будут делать другие программы, скажем, потом получатся. У меня все. Добрый день. Я бы хотел поцикавиться таким питанием. У вас используются дистрибутивы, сейчас, да? Я на самом деле. Мы, к сожалению, не используем тонкий клиент. У нас не используем тонкий клиент. У нас есть очень проблемы. Потому что у нас нет ни одной машины мощности. Я вам честно скажу. У нас все машины старые. У нас стоит старый. Не то, что старый. У нас стоит Д-5, 6. У нас машина очень старая. С некоррочной присоединой. Сыкры, вмещающиеся винтами. И с 512 оперативной памяти, может, у кого-то в принципе везде лучше стоит. Вот у вас стоит такое. У нас стоит Д-5, но и мы живем там. Тонкий клиент мы не используем. Потому что по той причине у нас на кафе работы, причине, что у нас нет этой мощности машины. Хотя идея по тонкому клиенту делится. Давай. Добрый день. У меня просто есть дополнение на это. На рахунок пристаня этих дистрибутивов клиентса в якости боковых клиентов. Это может быть. Если, скажем, руководитель вашего вишняка сидит на сутричь, то сейчас он нормальный, подлужный сектор. После этого проблемы тонких клиентов сама выпадают. Потому что на базе этих вильного программного забеспечения дистрибутов будет очень легко побудовать будь-як-будь комплектацию, будь-як-будь каких-то клиентов. Без таких проблем. Кто-то мешает. Можно я еще подпомню? Ну, я инженерского государства, национального медицинского университета. У нас два класса работы. У меня на камеру, на фармаковую. Ну, машина действительно, хотя бы по одной машине нужна, она проходит. Ну, а у меня стоят даже 486 в качестве национальных клиентов. Нам нужна, ну, тут же нужно постараться. В принципе, это все достаточно неплохо работает. Вот я буду закладывать, я могу, чтобы шрампетики. Так, что будет. Да. По-моему, я про этот режим рассказывал, как меня не любят, какая-то первая конференция. Потому что какая-то была ситуация. А как бы этот классный тракт сразу же. Это не идет речь, но если совсем что-то, это я вот тебе. Да, я где буду оставаться? Я не могу не рассказывать. Значит, ситуация была такая. Там стояла эксперт. Никому не хотелось чистить ее от всего на свете. После этого поставили мне туда, к первому приближению, альф, камень. Часть коррек после этого со мной не разговаривали долго. Очень долго. Ну, потом появились новые кукеры, они стали со мной разговаривать. Но проблема сложная, я согласен. Это очень сложная проблема, но мы уже иногда позволяем именно на этом уровне это решить. То вы решили сглуживание своей власти? Нет, ну не моей власти, потому что я на кафедре этим занимался, скажем так. Эта проблема серьезная, я с вами согласен, потому что я не знаю, как ее решать вообще. Это сложно. Да, потому что вы говорили, что нужно в виде программного обеспечения поширить судей, меньше его нужно сказать, керевництву поширить, и тоже не меньше доводить каких-то популяризационных усилий. Согласен, но отдача студентам есть, а руководство отдача не будет? Ну, что не будет зависать, что будет? Ну, так я хочу, чтобы не мешали. Спасибо. 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 Спасибо.